Итоги недели с Николаем Сванидзе Очень любопытным. У нас очень низкие цифры по вакцинации. Несмотря на то, что мы первые сделали вакцину, у нас несколько вакцин. Из всех мест говорят, рассказывают, что надо вакцинироваться. Тем не менее, даже первые лица государства признают, что ситуация тяжелая на фоне многих других государств особенно. И если мы такими темпами будем прививаться, то на это уйдет еще 7 лет. Вам не кажется, что отношение массового избирателя к вакцинации показывает истинное отношение к власти и политике, которую она проводит в нашей стране? Ну да, несомненно, но не только. Здесь, наверное, шире нужно рассматривать. Конечно, это недоверие к власти. Это вообще недоверие ко всему, ко всему окружающему. Это недоверие к тому, что говорится, что утверждается, что навязывается из телевидения. Это недоверие, я бы сказал, еще и ко всему рациональному. То есть народ настолько приучили к какой-то мистике, к тому, что все и все врет вокруг. Что не верят вообще ничему. И если сейчас там выступить и сказать, что там миром правят маленькие зеленые человечки, то очень большая часть наших сограждан в это поверят. Рептилоиды, рептилоиды. Да, рептилоиды. Вот. Конечно, это большая проблема власти. Если говорить более конкретно и приземленно, то это, конечно, большая проблема власти. Потому что, вроде бы, все тихие, все голосуют правильно, но никто ни шиша ни во что не верит. Ни во что. Ни в ад, ни в рай, ни в вороний грая. Ни во что. Ну и плюс мы, судя по всему, становимся страной, победившей теорией заговора всевозможных. Да, ну, естественно. Там, где не верят ни во что рациональное, то готовы поверить во все. И рациональное, в том числе, и, прежде всего, в теории заговора. Любых, по любому поводу. В том числе и по поводу ковида, кстати. Потому что очень большая часть людей, причем людей вроде бы взрослых, образованных, считают, что вообще такой проблемы нет. Вот это вот ковид-диссидентство, оно, конечно, умилительно совершенно. По своему упорству. Нет такой проблемы. Это проблема придуманная. Для чего дальше? Дальше версии, так сказать, ветвятся. Кто придумал и для чего. Понятно. Для кого-то китайцы, для кого-то американцы. Это уже не важно. Но это заканчивается ровно в тот момент, когда люди им заболевают. Особенно тяжело. Несомненно, да. Вот в моей практике есть несколько. Несомненно, да. Хорошо, поехали. По событиям недели. Пробежимся на наши итоги недели. Все-таки начинаем с понедельника, как обычно. Я сделал небольшой дайджест. Значит, ситуация, которая находится в развитии, это, конечно, история вокруг принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. И все реакции, которые после этого последовали. Вот вечером в понедельник саммит ЕС принял политическое решение о запрете полета в белорусских авиакомпаниях в Евросоюз. Кремль в лице Пескова отказался комментировать ситуацию, ну и дальше понеслась. Санкции по экспорту калии и нефтепродуктов, которые планируют ввести в адрес Белоруссии. Полный паралич авиасообщения. За исключением Москвы, которая в четверг перестала давать разрешение на полет рейсам европейцев, которые облетают Беларусь, наоборот. Тем самым, как бы неформально и негласно поддержав Лукашенко. Значит, ну и потрясающая совершенно перла от самого Александра Григорьевича, который говорит, что это война, и нам в ней не выиграть. Ну если, что мы можем сделать так, что все пожалеют и проигравшие оказываются все стороны конфликта. То есть такая прямая угроза. — Взорвать все. — Взорвать все, к чертям. — Отравить колодцы, да. — Да. — У него такой возможности нет, хотя было уже намекнуто им. И я прочитал, в общем, уронил челюсть нижнюю и забыл ее потом найти, что он обещал перестать контролировать наркотрафик. — В том числе? — Вот так, в минуточку. — И миграцию, да. — Да, вот выйди, выйди, ребята, получите у меня. — Вообще ситуация была бы забавная, если бы она не была, в общем-то, достаточно горькой. Интересно то, что в глазах мира Лукашенко выступает как, я бы сказал, как карикатура на Путина. — Такой усиленный, усиленный вариант такого поведения асоциального подростка, физически крепкого. И абсолютно безответственного, который пытается делать, что хочет. Путина здесь более сдержан, а Лукашенко более отвязан. Но, в принципе, рисунок поведения тот же, в глазах всего мира, я повторяю. И это очень интересно, потому что, в общем, их воспринимают в паре. Но здесь, на самом деле, вот этот, именно этот ответ Лукашенко, он выгоден Путину. Конечно, потому что Путин на фоне Лукашенко сейчас выглядит практически таким ответственным и благонравным, и договороспособным политиком. То есть все те, так сказать, эскапады наши, которые раздражали Запад и нервировали его, и вызывали нежелание общаться, они сейчас на фоне поступка Лукашенко померкли. Теперь Байден встречается с Путиным. Будет мы обсуждать, наверное, тоже того же Лукашенко в том числе. И Путин наступает уже как бы как такая сторона, которая может уладить конфликт. Как очень важная сторона. Это выгодно для Путина, с одной стороны. С другой стороны, ему выгодно то, что, конечно, Лукашенко абсолютно теперь не... Не рукопожат. Ну, он раньше был не рукопожат. Он последний год уже не рукопожат. Но сейчас он уже настолько активный и демонстративный нервный рукопожат, что вроде бы как некуда деваться, кроме как пасть в наши объятия. Да, вот я как раз хотел спросить, ускорит ли это потенциальные процессы в том или ином виде интеграции Белоруссии с Украиной и столь желанной... С Россией. С Россией, извините. И столь, так сказать, желанные территориальные приобретения к 2024 году, к следующему президенту. Я думаю, что ускорит, конечно. Конечно, батька, он, как он отвязан, он со всеми отвязан. Он и с Путиным отвязан. И по-прежнему он очень лукав, очень коварен, очень непоследователен. И он хватается за власть просто всеми своими четырьмя липкими лапами. Поэтому, хотя думают, что он сейчас, созревший плод, упадет в руки, а он все не падает. Я думаю, что и сейчас, может быть, сразу не упадет. Но его переговорные позиции сейчас, конечно, крайне слабы. Имею в виду батьку. Крайне слабы. Другой вопрос, что сейчас и защищать его нам сложно. Мы сейчас защищаем его. С одной стороны, мы та сторона, которая, как бы, выступает посредником. А с другой стороны, в общем, защищать человека, который совершил акт воздушного террора, очень сложно. А мы его защищаем. Кроме того, есть еще один фактор. Он взял в заложники нашу соотечественницу, гражданку России. И мы должны так или иначе за нее хлопотать. А хлопотать, как мы видим, очень не хочется. Но приходится. Но приходится. Хлопотчатые уже заговорили о том, что ее могут, если что, экстрадировать в России. Да, не исключено. И я надеюсь на это, что Путин будет с Лукашенко поднимать этот вопрос. И добьется экстрадиции, значит, девушки этой Софии в Россию. И здесь ее не посадят все-таки на вечные муки, так сказать. Не направят в ад. А там через недельку-другую тебя освободят. Может быть. Это такая, как бы, карта в рукаве. Ее могут разыгрывать в любую сторону. Да, да, да. Вопрос. Ужасно это, конечно, звучит. Но вопрос следующий. Вот информация, которая накануне появилась. Это предложение господина Цепкала. Одного из оппонентов Лукашенко во внутренней политической борьбе. Который покинул страну. Он бизнесмен. Довольно богатый. 11 миллионов евро за арест Лукашенко. И это не окончательная сумма, поскольку формируется фонд, куда можно будет перечислять деньги. Так сказать, попытка просто открытой покупки силовой элиты белорусской. При условии обнуления каких-либо претензий к ней. Я думаю, что к тем людям, которые решатся на подумки. Ну, я бы сказал, сумма маловата пока что. Ну, хорошо, она может вырасти. Пускай будет 50 миллионов. Потому что для тех людей, которые готовы получить... Те, для кого это большая сумма, они не имеют доступа к Лукашенко. А те, кто имеют доступ к Лукашенко, они себя рассматривают подороже, чем 11 миллионов долларов. Но если сумма вырастет, то, в общем, да. Это может быть реально, потому что... Я думаю, что лично претензий к Лукашенко мало кто. В основном претензий к режиму. Так сказать, и заинтересованы в том, чтобы он оставался, потому что... Заинтересованы, собственно, в выживании руководства силовиков. Если им предложат деньги большие и гарантии безопасности, то там все может быть. Ну, сколько это может быть? За сколько несколько ближних генералов могут его просто приехать и арестовать? Я не знаю, сколько стоит Лукашенко. Сколько стоит... Его генералы не знаю. Не знаю. С количеством нуля для меня оставляет тайну. Все-таки Белоруссия не Россия. И даже 11 миллионов евро, миллиард рублей примерно. Это приличные деньги. А если будет 5 миллиардов, то я думаю, что народ может и поколебаться. Делить нужно... Ну, на несколько человек, Бать. На несколько человек, да. Да, но при этом отсутствие ответственности. Батька... Во-первых, они-то сейчас находятся в сложной ситуации, как я понимаю. Их может поменять сам Батька, который боится заговоров. В любой момент. Конечно, это раз. Во-вторых, если Батьку сместят кто-либо другой, они могут попасть под нож и их могут сделать крайними. И может начаться гонка, кто первым арестует Лукашенко. Конечно, нет. У них позиции КО очень шаткие. Вообще, конечно, режим настолько просто держится на волоске. Но этот волосок, он находится в Москве. Реально. Этот волосок, на котором держится. Режим Лукашенко, он находится в Кремле. Окей. Хорошо. Поехали к другим. Дадут денег сейчас Лукашенко, как вы думаете? Мы наши? Да. А куда деваться? Деваться некуда. Иначе он просто сейчас пойдет под нож. Что взамен? Взамен с объединения. Реально. А вот он деньги возьмет, а потом начнет торговаться. Ну, могут... По своей обычной привычке. Но могут не дать до тех пор, пока не будет подписанник. Ну, вот это будет игра, вот это будет игра. Это будет игра. Поглядим, ситуация развивается на наших глазах. Пока к другим событиям. В понедельник министр юстиции России Константин Чученко поддержал предложение ФСИН активнее привлекать заключенных к работам, которые сейчас заняты тройные мигранты. Которых нет. Многие из них не могут вернуться в Россию. Как вы знаете. По мнению главы Минюста, на крупных стройках можно создать исправительные центры, что позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Чученко отметил, что интерес вызывает крупные инвестпроекты, где численность лиц отбывающих наказаний в виде исправительных работ будет составить тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться, что такие стройки есть. Численность, как правило, составляет около ста человек. Министр отметил, что перейти на отбытие наказаний в виде исправительных работ имеет право около 180 тысяч заключенных, но для них создано только 8 тысяч небольшим рабочих мест. По словам Чученко, использование туда заключенных является социально значимым, имеет важное экономическое значение. Как вам вообще все это? Ну, очаровательно, совершенно прелестно. Уже первые 600 человек вчера уехали на БАМ. И на этом фоне чиновники нам успокоительно говорят, какой ГУЛАГ? Нет, это не ГУЛАГ. Это не ГУЛАГ, да. Но многие называют это новым, одни называют это новым ГУЛАГом. Другие говорят, что по факту понятно, что рабочих рук не хватает, но эти рабочие руки будут стоить значительно дороже, чем мигранты, потому что для них все равно надо либо там строить... Переучивать их надо. Переучивать безопасность. Учить, учить. Вот представьте себе такую ситуацию, скажем. Там нужны, не знаю, каменщики. Где взять в лагерях такое количество каменщиков? Потребное. Объясню. Я тоже объясню. Значит, придет разнарядка. Нужно столько-то каменщиков. Значит, будет дело каменщиков, если это возникнет. Как было там дело поляков или дело профессоров, или там что-нибудь, дело врачей. Будет дело каменщиков. Посмотрят, сколько нужно каменщиков. Их направят на стройку. Вот мы чего, в общем, сривем-то. Да-да-да. Я вдруг подумал. Во-первых, каменщик — это владелец аэропорта Домодедова. Ну, это да. Это неплохо. Он один такой. Он чуть не присел уже однажды. Он один из всех не заметит. А второй момент. Каменщики же они кто? Вы помните кто? Кто? Помнишь каменщики? Кто у нас каменщики? Кто у нас каменщики? Вольные каменщики. А, вольные. Конечно, дело масонов. Здесь все ложится. Правда, совершенно верно, да. Да, это будет масонское дело. Нам сразу прислали сообщение «Новое масонство». Невольные каменщики. Да-да-да. Не мнение. Это неплохо. Невольные каменщики. Надо записать. Красиво, да. Это хорошее название для рубрики. Сейчас я запишу «невольные каменщики». Красиво. Невольные каменщики. Хорошо. Но все-таки вы считаете эту инициативу ГУЛАГом? Ну, здесь пойдем еще дальше. Поскольку под масонами имеются в виду евреи уже долгое время. То есть здесь, в общем, уже дальше-дальше ветвится это дерево возможностей. И с учетом любви к теориям заговора у нас под масонов подпадает кто угодно. Значит, что еще любопытного у нас в понедельник, Николай Калыч, межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» обратился к представителю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. Учитель у нас тоже есть. Известный режиссер. Алексей. Значит, так вот... Не, 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 кстати, еврей. Кто-то сказал. Не, 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 чехов, по-моему. Не такого слова, которого евреи не сделали бы в своих фамилиях. Нет такого предмета, который не мог бы быть в еврейской фамилии. Итак, Алексей... О, господи, Алексей, учитель. Профсоюз работников образования «Учитель» обратился к Медведеву с требованием не принуждать педагогов к участию в праймерис «Единая Россия» и мобилизации родителей. Эти действия вызывают колоссальное раздражение учителей, у которых в конце учебного года возрастает и без того высокая нагрузка, говорится в письме, опубликованном на сайте организации. В профсоюзе отметили, что на принуждение к участию в праймерис жалуются учителя Крыма, Севастополя, Калининградской, Башкирии, Санкт-Петербурга, Омской области, Алтайского края, Республики Морел, Камчатки, Орловской и Московской области, Республик Мордовия, Чувашия и Красноярского края. К письму прилагается огромное количество скриншотов, сообщений от администрации образовательных учреждений, нередко сопровождающихся словами «Обязательно будут проблемы у школы, необходимо отчитаться». Ну, здесь никуда не деться. Учителя — это здесь такая виктивная группа, которую сам Бог велел использовать разными способами. Во-первых, они абсолютно зависимы, во-вторых, они в основном женщины со своими проблемами семейными, и их легче, так сказать, к общему знаменателю привести. В-третьих, в школах проходят все выборы, поэтому здесь сам Бог велел учителям, значит, в своих родных пенатах там что-то делать. Они, конечно, такая группа очень в этом смысле подходящая для манипуляций, к сожалению. У них много учеников в районе, их бывших, поэтому тут им тоже... Я вспоминаю рассказ, как раз немножко чуть-чуть в сторону, но тоже одна моя предприятельница из региона, знакомая дама, чиновник, которая была ответственна за выборы несколько лет назад в своем регионе, в своем районе. Она, значит, ей сказали, что там учительница одна сопротивляется, смотрит, мониторит эту ситуацию, не дает сделать вброс. Она тогда пришла, увидела, что это ее бывший учительница литературы. Она говорит, я открыл, что Мария Степана, как я рад вас видеть, я отвлекла ее, пока она выбрасывали. Однако, однако. О чем она мне откровенно написала, значит. Вполне понимаю, цинизм ситуации. Слушайте, получается, несчастные учителя, им надо еще будет обеспечивать нужный процент голосования за нужных кандидатов. И это куча геморрой еще нескольких дней этих выборов. А и тут еще участвовать в этих бессмысленных, в общем-то, праймерис, которые, более того, ничего не означают, потому что они носят рекомендательный характер, а не обязательный. Ну да. Окей, поехали дальше. Вторник, Николай Кадышев, с вашего позволения. Во вторник стало известно, что встреча президентов России и США Путина и Байдена состоится с 16 июня в Женеве, в Швейцарии. Как говорится, в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Сообщение одновременно появилось и на сайте Кремля, кремлевский пресс-релиз. Значит, стороны будут обсуждать состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и коронавеса, и урегулирование региональных конфликтов, отмечено на заявлении Кремля. Что вообще ждать от этой первой встречи после избрания Байдена с американским президентом? Вы знаете, это вопрос очень интересный, у меня здесь есть, кстати, своя теория. Ну, ждать конкретно многого не приходится в любом случае. Будут обсуждать проблемы взаимодействия по ядерной стабильности, по контролю над вооружением, или, возможно, даже и разоружением. То есть вернуться, попытаются вернуться к диалогу по оружию. Что наиболее осый, опасный вообще момент во всех российско-американских отношениях, потому что можно ссориться, там, бодаться и так далее, но диалог по ядерному оружию нужен. Значит, это раз. И два, будет важен сам факт диалога, потому что сейчас уже говорится о том, что это вроде бы распространяется на данный момент как вполне серьезная тактическая победа Путина. Сам факт их диалога. То есть Байден, который согласился с тем, что Путин убийца, при этом согласился с ним встретиться и даже сам инициирует эту встречу. То есть он встречается, понимает, что другого выхода нет. Особенно сейчас, когда появился еще фактор, обострился фактор Лукашенко, нужен какой-то человек, так сказать, авторитет, смотрящий за Лукашенко, никакого другого смотрящего за Лукашенко, кроме Путина, нет. Поэтому приходится именно дело с Путиным, чтобы совершенно отвязавшегося Лукашенко каким-то образом привязать. Значит, и на этот счет говорится... А, про Лукашенко я сразу хочу... Ну, ведь американцы прекрасно понимают ситуацию, в которой оказывается Лукашенко. Есть рычаги давления на Европу, в том числе, и уже давно в том, что там санкционном давлении на Белоруссию и прочее. Как бы готов ли, поддержит ли Байден ту ситуацию, когда Белоруссия сама упадет в руки Кремлю? Ну, Байден ничего здесь не сможет поделать. Конечно, Байден будет заинтересован в том, чтобы оппозиционные силы в Белоруссии становились все популярнее. Они, конечно, стремятся на Запад, несомненно. Всякая оппозиция в Белоруссии, она всегда профзападная и антироссийская. Это однозначно. Просто объективно так. Стало. Потому что была... Стало, стало, стало. Сейчас, конечно. Вот. Но что здесь сможет сделать Байден, если, так сказать, вопрос решится определенно, то он конкретно ничего здесь сделать не сможет. Но здесь интереснее и другое. Сейчас, если я абстрагировался от Белоруссии, частично хотя бы, это тактика Запада в отношении Путина. Говорится о том, что вот вроде бы Запад сломался. Ну, что ты с ним будешь делать с этим Путиным? Ну, хулиганит, так сказать. Ну, имеет право, потому что за определенные все-таки сверхрамки вроде как не выходят. И главное, что ядерная держава. Ну, что тут? Как ты на него будешь воздействовать? Никак. Тут, скорее, ничего не могут поделать. А тут и Россия. Поэтому нужно с ним разговаривать, нужно договариваться. Нужно возвращать его за стол переговоров. Нужно с ним быть вежливым, нужно быть с ним любезным. Не нужно его злить. Не нужно его раздражать. То есть это рассматривается как победа Путина. Я был бы осторожнее в этих оценках. Потому что мне кажется, насколько я представляю себя Байдена, что здесь позиция двойственная. С одной стороны, да, это так. Они не будут раздражать Путина. Они, может быть, не будут усугублять санкции. Но они не будут снимать и действующие. Они не будут идти навстречу. Они не будут с ним... Они не будут его рассматривать как равного партнера. Скорее, это будут улыбки без позитивных последствий. И они позволят таким образом Путину, так сказать, дальше тонуть вместе с Россией. Вот, как мне кажется, их позиция. Раздражать не надо. Тем более, что это раздражение отражается на истерике антизападной в России. На том, что происходит мобилизация вокруг власти антизападной. Мы не будем раздражать их. Мы не будем давать им помощь читать нас врагами. Мы будем вежливы, мы будем любезны. И не будем им протягивать руку. И пусть тонут. Вот, на мой взгляд, их позиция такая. Вы сказали о переговорах по ядерным вооружениям. Как, наверное, это чуть ли не единственная такая общая... Или главная, во всяком случае, общая точка в отношении двух стран. Это то, что нас объединяет. В том числе и вопросы разоружения или ограничения количества вооружений. Но она не учитывает фактор Китая, который как бы остается в стране. Получается, что две державы должны самоограничиться. Но есть и третья, чей ядерный потенциал постоянно растет. Как с этим быть? Но нормальные, так сказать, внешне нормальные отношения с Россией, они позволяют России окончательно не утонуть в объятиях Китая. Потому что, как я понимаю, они приходят... Конечно, для них главный оппонент Китая. Несомненно. Просто по своему потенциалу. Военный потенциал он может нарастить в любой момент. Потому что экономический его потенциал огромен. Практически почти равен американскому. В отличие от нашего, который на порядок уступает. Поэтому, конечно, для них главный оппонент это Китай. Но объединение Китая и России для них, конечно, крайне нежелательно. Поэтому я думаю, что... А вот такие злобные отношения с Россией, они там неизбежно облегчают российско-китайские диалогы. Российско-китайская... В общем, я бы сказал, такую... Ну, дружбы с Китаем быть не может, но сближение. Поэтому я думаю, что здесь тоже они прокидывают такую ситуацию, чтобы... Хотя бы улыбками, которые всегда льстят Кремлю. Американские улыбки всегда... Советских времен Кремлю крайне льстят. Они очень желаемы в Кремле. Им очень... Они с одной стороны ненавидят Запада, потому что они очень хотят с ним обниматься. Вот обнимашки с Западом, они очень приятны всегда любому нашему лидеру. Любому. Со времен Хрущева. Поэтому я думаю, что они пойдут именно этим путем. И вот, как я сказал, то есть любезность внешняя, вроде бы лояльность. Это отсутствие оскорблений. Сажать за свой стол, но не помогать. И таким образом и отделять от Китая, и позволять, так сказать, топить экономику в стране. Потому что никаких экономических связей восстановлено не будет. Понятно. Друзья, мы продолжим. Экматично. Через несколько минут. Николай Карлович с Ванидзе. Мы обсуждаем главные новости этой недели. Не забывайте про видеотрансляцию на канале Серебряного дождя в YouTube. ПОДПИШЕСЬ! ПОДПИШЕСЬ! ПОДПИШЕСЬ!